Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у нас яблочный рахат луком без крахмала, без сахара или яблочный мармелад с орехами. Готовые фруктовые лакомства очень часто содержат в своем составе ароматизатора и красителя. Лучше всего приготовить такие десерты дома. Плоды любых сортов предварительно хорошо промыли, чтобы избавиться от всяких гряз. Яблоко разрезаем четверинки, удаляем хвостики и серединки. Нарезаем яблоко мелкими кусочками. Рахат луком одновременно является источником витаминов. Фрукты готовы! Кроме фрукта, нам понадобится мед, грецкие орехи и фундук. Вместо сахара будем использовать мед. Фрукты выложим в кастрюлю, не будем добавить воды. Поставим кастрюлю на самый медленный уровень. Огонь накрыт крышкой и варить до полного размягчения фруктов. Перемешиваем. Яблоко уварились до готовности. Измельчаем погружной блендером до состояния однородной преобразной массы. Измельчаем блендером до однородности. Продолжаем уваривать, пока масса начнет застывать. Измельчаем в блендере грецкие орехи и фундук. Перемешиваем яблочное пюре. Увариваем яблочное пюре, периодически помешивая, чтобы масса парила. Добавляем полные чайные ложки корицы. Перемешиваем. Добавим 5-6 штук гвоздики. Перемешиваем. Добавляем в полученную пюре 1 килограмм мед. Если любите совсем сладкий, добавьте побольше меда. Перемешиваем до растворения меда. Перемешиваем и убавим огонь до минимального. При этом добавляем орехи, которые измельчили блендером. Орехи берем по вкусу, кто как любит. Это дело по вкусу. Я добавила 300 грамм грецкие орехи, 300 грамм фундук. После образования кустой массы снимаем кастрюлю с огня. Застелить глубокий противень бумагой выпечки. Выложить на нее содержимое кастрюли. Выложить горячий рахат луком в форму. Равномерно распределяем с ложкой по форме. Разровняем смесь толщиной 2 см. Сушить рахат луком при открытой духовке. При температуре не выше 100 градусов 2 часа. Оставим противень остывать на ночь. Сверху образуется плотная корка, но внутри пласта еще остается жидкая масса. Поэтому необходимо повторять процедуру сушки до образования плотного пласта. Готовый пласт не липнет к ножу. Хорошо режется на кусочки и прекрасно хранится. Через несколько часов достать рахат луком из формы и нарезать на кубики. Яблочный рахат луком с орехами получается вкусным и полезным. Сейчас на рынке кондитерских товаров представлен рахат луком с разнообразием примесей. Изготовлен по разным технологиям. Клубничный, фруктовый, миндальный, инжирный, цитрусовый и так далее. Яблочные конфеты можно хранить в контейнере в холодильнике. Получились очень вкусные конфеты. Продолжение следует... Яблочные конфеты можно присыпать сахарной пудрой. Приготовьтесь с удовольствием. Приятного аппетита! Угашайтесь! Если видео вам понравилось, подписывайтесь. Ваши подписки очень важны. Ставьте лайки, нажмите колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр!